Это кадры жилого дома. Здание признано аварийным в 2016 году, но уже по визуальному ряду понятно. Проблемы, в том числе и капитального характера, копились тут несколько лет подряд. Живой свидетель медленно надвигающейся разрухи Вера Рогова прописана в одной из его квартир с 2006 года. В момент переезда, рассказывает женщина, ее заверяли жилье временное. Для недавней воспитанницы детского дома, проживавшей к тому времени полгода в еще более худших условиях, еще одного временного жилья. Временное казалось преодолимым. Небольшим сроком, но максимум год. Поэтому сперва девушка пыталась наладить быт деревянной двухэтажки своими силами вместе с соседями. Когда мне выделили квартиру, было еще тепло. Пришла когда зима, канализация вся замерзла, отопления его не было, и замерзла вода. Мы ходили в ЖКХ, обращались, приходили сотрудники, смотрели, говорили, мы ничего не можем сделать, мы своими силами, вместе с соседями оплачивали работу, людям нанимали, нам проводили, отогревали, и все множественные другие работы делали. После этого у меня ребенок находился, младенец, я уехала в Ульянск, чтобы работать и выживать. Сегодня в доме только один постоянный житель, 72-летняя пенсионерка. Отопление дровами, вода тонкой струйкой, промерзшие стены, отваливающаяся штукатурка. Дом 1929 года постройки только на год моложе ее. Как получилось, что в список его жильцов попала сирота, непонятно. И особенно сегодня, когда воспитанникам детских домов полагается пусть и небольшое, но вполне соответствующее современным потребностям жилье в новостройках. Ситуацию взял на контроль глава районной администрации. Сейчас завершили программу переселения завоенного жилья. Конечно, там домов целую кучу. А то, что, например, у нас, как бывает, сироту подхватывает какой-то риэлтор, начинает, если она в состоянии, но еще в адекватном или неадекватном состоянии, человек находится в разном стрессовом ситуации, предлагает какое-то жилье. Потом по услуге, на таких примерах у меня по району есть, мы сейчас наказали одну группу, вырвали вторую группу. Вполне возможно, здесь надо разобраться с ней. Я не видел этой информации. Подключиться к вопросу должен и региональный минстрой. Именно здесь занимаются вопросами обеспечения жильем детей-сирот. Возможно, с 2006 года некоторые документы были утеряны или попали не в ту папку. Отчего ситуация с жильем для семьи Веры Роговой сегодня находится в таком плачевном состоянии. Редакция нашего телеканала подключилась к поиску истины в этом деле. Мы будем следить за развитием событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова